С девятого на первый этаж лифт идет 27 секунд и проходит за это время 27 метров. Сложно представить, сколько километров электромашина проходит за 25 лет службы. Это нормативный срок эксплуатации лифта. Правда, не предельный. Право на жизнь после окончания срока годности может дать машине только экспертная организация после полной проверки оборудования. Есть планово-предупредительные работы, естественно. И инженерный центр раз в год каждый лифт проходит техническое освидетельство лифта на безопасную эксплуатацию лифта. То есть они приезжают, проверяют все механизмы и дают заключение. С начала февраля специальная комиссия в Ленинске-Кузнецком приступила к проверке всех имеющихся в городе 155 лифтов. Слово проверка не означает, что специалисты лично прокатятся на каждом подъемнике. Здесь достаточно правильной и честно оформленной документации. Ею занимаются управляющие компании и ТСЖ. Именно они по закону и несут ответственность за работу лифтов. Участвуют в проверках администрация Ленинск-Кузнецкого городского округа, управляющая компания, потом ТО «Лифт» представители, государственная жилищная инспекция и прокуратура. Мы смотрим именно в лифте, чтобы была размещена информация с оповещениями граждан, с номерами телефонов. Потом был оборудован стационарным освещением, также кабина лифта и площадка. Ну и естественно на наличие мусора. Проверяют технику от А до Я. Прежде чем паспорт каждого лифта попадет на стол к инспекторам. Особо пристальное внимание к лифтам пенсионерам. Кстати, таких в Ленинске не так уж и много. Около 70 лифтов у нас было обновлено за последнее время, модернизированных и введенных в строй новых лифтов. Ну, состояние, естественно, удовлетворительное, можно сказать. Есть лифты, которые старые, но они более-менее, ну, поддерживаем их в нормальной работе, по крайней мере в безопасной работе. Так что граждане могут спокойно пользоваться лифтами и не беспокоиться. Мы стараемся делать все для того, чтобы лифты, чтобы пользоваться они безопасно. В этом году плана городских властей заменить 7 подъемных машин. Но что касается тотальной проверки лифтового оборудования, то на сегодняшний день уже все 155 лифтов проверены. И серьезных нарушений технического регламента и других федеральных норм эксплуатации не выявлено.